сегодня у нас пятый день я два дня ничего не снимала тут у нас седьмая мышка там мышка оказалась не мышка а землеройка вчера было две дома одно не знаю как то вроде просто сажал другая он с ней играл сыгрался но это было очень рано утром и я даже не то что поленилась не соизволила даже сползти из кровати в общем вчера позавчера у меня только на экшн камеру были засняты дороги мои велосипедные ну и одну дорогу даже смонтировала и по ходу дела если на вашей внешке точнее на вашем диске на вашей флешке порядка 300 или 250 гигов свободных то тогда малови не глючит и хоть и показывает неимоверно огромный файл на восемь с лишним гигов в итоге это бот обычные три с половиной не знаю в чем прикол потому что допустим какой-нибудь маленький формат он где-нибудь на два с половиной гига делает в общем ну так как я тут уже вообще как приехала вот середины четверга совершенно без интернета хотя девочка что ко мне приезжала все-таки уловила в том волшебном месте где у сестры интернет ловился на может там посидеть и может быть будет сеть в общем так вот у меня середина или я вообще поздно что-то положу в последнее время хотя два дня подряд высыпаюсь а то в 11 стану то тип того вот сегодня в 11 чем-то встала вот сегодня холоднее чем вчера вчера было 20 градусов сегодня 20 нет творю себе кашку вообще сначала делала творог но он такой холодный надо было достать на 1 сначала с холодильником хотя бы не на какое-то время не сразу достала и сделал тут у нас офигенно грязная плитка молоком из коробочки и овсянка с этими самыми я не знаю там по моему просто овсянка не быстро растворимая скорее всего я даже не помню что у меня там дома было и бугличка отсюда привезла в этот тоже дом именно и семечки и сколько-то там меда на глаз полилось я завтра планирую съездить при луке я правда не помню по каким дням там хлеб приводят но даже если там не с хлебом не повезет хотя бы куплю печенье потому что тут оказалось печенье немое я не взяла или мне просто очень хочется в этот в этот приезд печенье у нас тут просто обилье мух осенних сонных но сейчас конечно их меньше ни веках вот тогда было как мы приехали что можно сметать веничком кстати можно уже поставить чайничек такой прям в прямом эфире практически загорелся кашку можно покрыть крышечкой или же шумел чайничек я планировала сегодня вообще или поклинить или попереводить шанс запаслась итальянским словарем на компе на ноте на гамаке или просто хотя бы на улице но как-то холодно зябко и я думаю что наверно сейчас просто сначала поеду к ритуале да кот у меня предпочитает второй приезд деревне лопать корм исключительно из пакета в этот раз спасается мышами точнее я наверно спасаюсь потому что он то выпендривался что хочу есть вчера ему правда кашки перепал за то что он три мышки за день поймал одну мышку кстати на улице и как я поняла он ее как съел так обратно и отправил вот я не понимаю его чем торопится будто у него кто-то отнимает вообще у него вчера было приключение ко мне приперся кот к огородику там к калитке скажем даже так бабнини но смысле дядя толин уже потому что он даже уже не при бабе нине рождался и у меня был такой мелкая зарисовка типа рассказик захикованный кот сначала он был такой тихий спокойный кот никуда не выходящий а потом не знаю как сказать короче изменился этот кот и он так мяу-мяу я его главу такую выпроваживаю дожидался погладиться да вот мне тут терновник пока не определилась с ним сделать потому что как-то тариф чего и выложить нет большой контейнер у меня тетя забрала под сливе но мне тетя вали вроде как пообещала вчера правда вчера забыла сегодня надеюсь выдаст пару пустых бутылок из-под минералки у нее с этим проблем нет он-то у меня как-то с этим напряг в этот раз вышла ну короче говоря я так подозреваю это мышь которую мы не доели и мне придется ее на совочек на веничек и выкидывать как обычно тише просто за этот за прохиндей такой в общем этот кот я думала что он караулит моего а потом потому что он просто хочет погладиться потому что вторая кошка уже приходит сначала кошка была потом он ность кошка беременная была и она еще погладила выпроводила за калитку и кот пришел крыльцо закрылась а я значит тут что-то он вылез думаю может мышь услышал в сене так и на двор а потом слышу шарах шарах и коты орут оказалось этот наглый белый кот каким-то образом умудрился пробежать или дверь открыл снаружи потому что не ну запускал кот зашел и сразу закрыла дверь не видела чтоб он заходил видимо дверь открыл снаружи она у меня там на веревочку на случай если ночью кот куда-то уфинтюлил или утром его надо выпустить а сама выходить еще не охота ибо раннее утро там такой типа бардачок деревенский кто-нибудь скажет вот кот хочет на улицу ну и короче что я вышла пора он этого кота выцепила этого кота открыла дверь во дворе тому коту но он что-то не хотел выходить я надеюсь что он все таки потом через кота когда обнаружила что крыльчная дверь открыта что он через крыльцо все же вышел все вот у меня куча не закипает на вы чайчик заваривать такие пироги